Какие редкие и дорогие монеты? Как заработать на монетах Украины? Как формировать свою коллекцию и правильно покупать монеты? Друзья, в этом выпуске будет небольшой фрагмент подкаста канала Фартовый коллекционер и канала Монета Мания для YouTube канала Виолити. Можно послушать аудиоверсию, в подкасте ссылочка будет в описании или полную версию на YouTube канале Виолити. Ссылка будет также в описании. Приятного просмотра! Скажи, пожалуйста, ты начал заниматься, как давно ты коллекционируешь? И смотри, нужно ли знать историю, чтобы начать коллекционировать? Если, например, новичок, я думаю, что из наших слушателей обязательно кто-то хочет начать, но, возможно, ему кажется, что у него недостаточно знаний. Скажи, что нужно для того, чтобы начать коллекционировать? Если цель на этом как-то потом заработать в будущем, потому что цель моего канала показывать не просто, как собирать какие-то монеты, а как покупать те монеты и коллекционировать, которые в будущем будут расти и можно будет заработать именно на этих монетах. Как зарабатывать на хобби? То есть ты покупаешь монету, как у меня было. Я покупаю монету, потом мне получается найти монетку в гораздо лучшем состоянии. Я продаю ту, которая у меня была и на этом еще и зарабатываю, потому что через год на нее уже другая цена. Это направление коллекционирования монет, оно дает возможность людям фактически даже работать на себя. Это финансовая подушка. То есть покупая какие-то монеты, конечно, нужно заранее подготовиться. То есть посмотреть, на какие критерии обратить внимание при покупке монеты. Кстати, сейчас я готовлю курс именно о том, как заработать на монетах, потому что вот у меня есть какой-то мой опыт. И эту информацию, она очень уникальна, и мало кто ей делится, потому что сами пользуются. Но мне так часто задают вопросы в Инстаграм, пишут сообщения, что я решил записать этот курс. У меня будет и часть на YouTube-канале в открытом доступе, и часть будет в закрытом, так что обязательно обращайте на это внимание. И вот люди покупают такие монетки, и потом через время они дорожают, и они могут принести какие-то деньги, которые можно потратить на поездку, купить себе новый телефон, что-то приобрести для себя, для души, порадовать именно себя. И это за счет только хобби. Леш, ну вот смотри, для того, чтобы можно было ездить в путешествие за счет того, что я в копилке у себя нашла какую-то редкую монету, мне же нужно понимать, чем уникальна эта монета, потому что у меня мелочи много валяются по квартире. И я уверена, что наверняка среди них есть какая-нибудь золотая монетка, назовем это так в кавычках, которая мне принесет много денег. Но какие же монеты самые ценные, да, вот что именно делает монета уникальной, что ее делает дорогой, каких годов самые дорогие монеты? Ты сказала так в кавычках золотую монету. Мне недавно написала подписчица, которая сказала, что она среди какого-то хлама, там у дедушки на даче нашла золотую монету 5 рублей. И она мне ее прислала, я у нее купил довольно дорого. И вот так вот люди даже находят не только обычные монеты в кошельке, но и просто золотые. Так что такое тоже возможно. Главное, чтобы подфартило. По поводу того, что сейчас, какая история? У нас история монет Украины происходит прямо при нас. Меняют монеты с одних на другие. Там какие-то редкие можно было находить. Какие-то уже убрали из оборота 1, 2, 5 копеек уже не найти на сдачу. И как ты попробуешь перебрать? Только через свои копилки можно поискать, если ты копилку не выбросил, не сдал куда-то в банк. Конечно, в банк такие монеты можно сдать, но на самом деле там просто какие-то копейки за них получить. Почему убрали эти монеты? Потому что они не окупали себя. Производство монеты стоило дороже, чем номинал написан на этой монете. И в основном, конечно, это мелкие монеты, номиналы, которые были пробные, которые были с маленькими тиражами, которые случайно как-то попали в оборот. Это, например, копейка 1996 года. Готовилось в первый наш украинский набор. Кстати, вот у меня есть. Сейчас я показываю, как выглядит этот потрясающе, невероятно красивый набор обиходных монет Украины. Те, кто смотрит видеозапись на канале Violet, те могут сейчас посмотреть на этот набор. Кстати, он довольно дорого стоит. Так вот, вот эти монетки, 1 копейка 1996, 2 копейки 1996, 5 копеек 1996, помимо того, что они попали вот сюда в набор, часть монет попала в обращение. Реально люди получали на сдачу и замечали, что это какой-то редкий год. Не часто получается. Вот я собираю монеты на сдачу, вот этих монет получается крайне мало. И потом посмотрели тиражи, что тираж монет 5000 штук, при том, что огромное количество, миллионные тиражи обычно обиходных монет. Леш, вот скажи, пожалуйста, на какие года стоит обращать внимание в монетах? При монтаже, я думаю, мы добавим небольшую табличку по этим монеткам, какие тут стоят дорого. Ну, например, копейка 1996 года, 2 копейки 1996 года, это те люди, которые мне прислали такие монеты, потому что находили. 5 копеек человек нашел просто у себя в копилке, говорит, вот у меня не надо, я вам вышлю. Хотя тираж такой монетки очень маленький. 10 копеек 2001 года готовились для наборов, но попали каким-то образом тоже в обращение, люди начинают мне присылать. 25 копеек. Есть луганские, кстати, монеты, которые в Луганске чеканились на Луганском станкостроительном заводе, а есть монеты, которые чеканились в НБУ уже в Киеве. И там, и там есть редкие монеты. Значит, например, если брать 25 копеек, 95-й год, довольно дорогая монета, она чеканилась в Луганске, тираж у нее всего 20 тысяч штук. А скажи, пожалуйста, вот дорогие, это сколько? Чтобы вот наши слушатели, они хотя бы вот новички, да, хотя бы примерно понимали, сколько стоит, может, сколько может стоить дорогая монета? Ну, например, если из тех, которые я говорил, копейка 96-го года, или 2 копейки, или 5 копеек, ну, то 1000 гривен за такую монету может быть. Все, конечно, зависит от состояния. Если она там без каких-то царапин, вмятин, она может стоить 1000 гривен. Если, конечно, там какие-то на ней такие дефекты, она может стоить 500, но все равно стоит денег за счет тиража. Там могут монетки стоить 2000-3000 гривен. Это те, которые редкие. Сейчас вот такие цены и продажи уже можно смотреть на электронных торгах на Виолите. То есть можно посмотреть, какие были ориентировочные цены в раздел в проданных лотах. Конечно, на это ориентироваться не стоит, потому что в какой-то момент какая-то конкретная монета заинтересовала двух коллекционеров, и они боролись и друг друга перебивали, и она ушла по супердорогой цене. Но в целом вы поймете порядок цифр. Сколько она стоит? 100 гривен или 1000 гривен? Вот это важно. На это обращать внимание. Слушай, Леш, а расскажи, пожалуйста, какой-то пример с монетой, которая была действительно найдена так вот в копилке, и за которую потом можно получить хорошие деньги. То бишь куда-то поехать, да, как минимум. Потому что за 1000 гривен ты никуда не поедешь. Вот были ли какие-то такие примеры, случаи? Были, конечно, примеры, когда мне подписчики присылали, что находили монету. И это, кстати, недавно была одна гривна 1992 года. Она есть в разных вариантах, с разной гуртовой надписью. Но этот человек нашел у себя в копилке с очень редким форматом нанесения даты. 1994 года. Она была выставлена на Виолите. И обычная вот такая вот из обороток как будто бы казалась гривна набрала 29 тысяч гривен. Коллекционер приобрел к себе в альбом эту довольно редкую монету. И она, ну даже не то, что довольно, она редкая монета. И с таким сочетанием. Это, кстати, самая еще низкая стоимость этой монеты. Потому что она могла бы набрать гораздо больше, если бы немножко она была по лучшему состоянию. То есть она спокойно до 2000 долларов такая монета может набрать вполне. Мне кажется, сейчас половина слушателей завершили этот слушать подкаст и пошли искать одну гривну. Внимание, 1992 года. Так что, ребята, вперед. Посмотрите у себя в копилочках. Возможно, где-то завалялась какая-то редкая ценная монета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok